По лону вот эти высокие выступы, которые видите, это часто фонтаны только, которые так заметны. А если еще больше посмотреть, то увидите театр. Театр здесь самое крупное здание, в нем мешались 15 тысяч мужчин, только мужчины. Почему? Потому что спортсмены, мальчики были голыми, да, вот поэтому только мужчинам было позволено смотреть такие представления. Когда археологи копают города, они считают, сколько человек мешается. И умножают на 4, потому что в каждой семье муж, жена, двое детей примерно, да, если 15 тысяч мужчин, наверное, 60 тысяч жителей в итоге получается. Театр в истории для выбора, для демокрации было придумано, где раньше собирались, голосовали, выбирали правителя, иногда критиковали даже, когда не нравится правитель. А правители иногда обижались и даже наказывали, кто его критиковал, опозорил. А с временем люди стали бояться, и критики только за масками, начали маски одевать за масками, чтобы лицо не видел там правитель. Поэтому сегодня символ театра, знаете, маски, это от выбора, от критики идет. Потом в театрах спортивных игр организовали, и в итоге сегодня мы в театрах идем, что там смотрим? Трагедии и комедии. Это трагедия, это смерть бога Диониса обозначает, бог виноград, виноделие. Виноград только символизирует не только вино, а плодородие на земле, потому что виноград считается самый первый продукт после зима, то, что появляется. И он растет очень долго, соспевает виноград в конце лета. И последним фруктом он является, тут на географии нашей. Что тут мы видим? Древняя баня, терми, где оздоравливали людей. Сегодня это как музей, если будет желающий, 7 лир стоит вход в музей. А перед вами находится древний суд, это здание судья, в римский период. Назвали его базилика. А базилика у вас что-то другое обозначает? Что обозначает? Базилика? Базилик? Базилика. Базилик это церковь, старые церкви, так называют. Почему? 325 год, это конец уже Римской империи. Последний император Константин принял христианство, от святого Николая он его принимает. Был первый Сиренский собор, Ника, Никерский. Потом он строит новый город, Константинополис, своего города, где храм Святой Софии тоже появляется. И на всей стране он разрешает уже поклоняться Иисуса Христа свободно. Но люди, когда уже принимают новую веру, сразу же строить церкви им не удалось. Поэтому некоторые старые здания превращались в церковь. Например, базилика, древний суд, где там судили рабов чаще всего. Торговленная проблема. Но когда уже христианство идет, рабы стали мирными жителями, уже их никто не судит. Поэтому это здание стало ненужное. Ну его давайте там превращают в церковь. Сегодня в вашей церкви, то, что там апсида бывает, алтарь, две боковые ряда, средний ряд идет из старой базилики. Вот здесь...